Приветствую всех! Думаю, что у нас сейчас очень много слушателей из разных стран. Очень круто, что начался этот фестиваль. Привет, подкастеры! Самый первый большой фестиваль для стран Центральной Азии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. И мне очень приятно выступать первой на этом фестивале. Конечно же, я волнуюсь, но я думаю, буду ощущать вашу поддержку, буду ждать ваших вопросов и постараюсь дать вам очень много полезной информации. Так, сейчас запустила я свою презентацию. Скажите, видно ли её? Да, видно. И мы начнём. Сегодня мы будем с вами говорить о концепции подкаста, о том, как начать. И как начать – это, наверное, самый распространённый вопрос, который мне задают, с чего начать свой подкаст. И мне всегда хочется ответить, что просто начни. Конечно же, после того, как вы начали, у вас возникает, наверное, ещё больше вопросов, чем было до. После того, как вы записали несколько эпизодов, вы уже начинаете искать информацию. И сегодня мы поговорим. Я постараюсь уложиться во время. Я даже засекала и репетировала. И если очень быстро, то за 30 минут я уложусь. Мне, конечно, хочется рассказать очень много, так что я постараюсь уложиться. Давайте я немножко расскажу о себе. Кто я такая? Меня зовут Марина Шарипова. Я живу в Алматы, в Казахстане. У нас выпал снег. Только-только наступала весна, и вот опять снег, опять холод. Я начинала работать на телевидении в 2003 году, ещё будучи студенткой. И работала в прямом эфире на трёх языках – на казахском, на русском, на английском. Делала репортажи, вела передачу в прямом эфире, брала интервью. Позже я работала в печатных и в диджитал-СМИ, была редактором, автором, колумнистом. Брала интервью, писала колонки. И совсем недавно я работала в школе правильного спорта «I Love Super Sport». Занималась спортивным маркетингом, пиаром и СММ. Поэтому весь этот опыт, конечно, он мне очень пригодился в подкастинге, как работа на телевидении, так и мой опыт работы с гостями на интервью, и мой опыт в СММ и маркетинге и продвижении. Я также запускала книжный блог «I Book You» и делала очень много офлайн-ивентов. И, в принципе, потом этот книжный блог трансформировался в подкаст. Но об этом я расскажу сейчас. Мой первый подкаст, авторский подкаст «Морское время», я запустила его в 2019 году, практически ничего не зная о подкастах, и будучи полнейшим нубом, и в какой-то момент у меня упала мотивация, и мне не хотелось продолжать делать подкасты. Как раз-таки из-за отсутствия четкой концепции, как вот только что сказала Дельноза, это очень важно иметь концепцию. И сегодня я буду об этом рассказывать, а также в конце поделюсь фишками, «Как создать из вашего подкаста настоящий бренд». Вот. Уже через год, в 2020 году, вместе с моей подругой, с которой я познакомилась в книжном клубе, с Жанаргуль, мы решили запустить уже нишевый тематический подкаст про книги. Про книги и читателей в современном мире. Называется он «Книгометр». Это случилось в апреле 2020 года, и тогда уже у меня было намного больше опыта. Я прошла обучение опытных подкастеров, слушала очень много подкастов. Мы встретились и буквально за несколько часов расписали всю концепцию нашего подкаста. Это очень нам помогло в дальнейшем записывать свои выпуски. И, кстати, «Книгометр» монетизируется намного лучше, чем более общее и более популярное морское время, что говорит о том, что чем лучше вы знаете тематику свою, чем уникальнее ваша идея, и чем лучше вы знаете вашу аудиторию, тем гораздо удобнее и быстрее монетизировать свой подкаст. Также в конце 2020 года ко мне обратилась местная винотека в Алматы. Они захотели сделать подкаст о винной культуре для своих клиентов, и мы запустили подкаст «По шаблим», в котором разговаривают директор винотеки, маркетолог Ир Сомелье. И рассказывают они как раз-таки о винной культуре, развенчивают какие-то мифы. Ну, а четвертый подкаст «Совсем-совсем малыш» запустился всего три недели назад, ответили в директ. Это подкаст о маркетинге и диджитал, простыми словами, который я веду вместе с Маликой Хаким. Выпустили уже три эпизода, взяли делать его еженедельно, и скажу я вам, это довольно часто. Итак, для чего же я так подробно рассказала о своих проектах? Не только для саморекламы, а для того, чтобы вы поняли, увидели, для чего нужна концепция. То есть, казалось бы, четыре разных подкаста, абсолютно разные тематики и, конечно же, абсолютно, скорее всего, разная аудитория, которая, возможно, в чем-то пересекается. Но вот даже мои постоянные подписчики в Инстаграме пишут, что какой-то подкаст они любят больше, а какой-то они не слушают совсем. Итак, для чего же нужна концепция? Как я говорила, когда я только запустила подкаст «Морское время», я просто решила, что это будет интервью с интересными людьми. И тогда, записав несколько эпизодов, я зашла в тупик, потому что я не понимала, что объединяет моих героев, что объединяет все эти эпизоды, какая тематика у подкаста. И после того, как я уже набралась опыта, обучилась и поняла, что концепция очень важна. Когда вы готовитесь к запуску своего подкаста, тщательно готовитесь, ну и потом, после того, как вы запустились и уже записываетесь, очень важно делать ревью, создать файл с концепцией вашего подкаста и вписывать туда. Тогда вам будет легче записываться, вы будете знать, в каком направлении двигаться, отвечают ли все эпизоды вашей первоначальной цели, отвечают ли герои этой цели. И, конечно же, удобнее пичить свою идею и в дальнейшем находить какое-то финансирование. Вот, я составила такой небольшой чек-лист подкастера. Конечно, слово «чек-лист» немножко девальвировалось в инфобизнесе, но это обозначает, что нужно поставить галочку напротив всех этих вещей. Конечно же, это не все основные галочки, но большинство, что вам понадобится для запуска своего подкаста. Можете заскринить, я подробнее буду останавливаться на каждом пункте. Единственное, что я не буду рассказывать про музыкальное оформление оборудования, потому что у вас... И также про форматы не буду рассказывать, потому что сегодня вы узнаете об этом от других классных спикеров на фестивале. Итак, с чего же начинается любой проект? И мы сейчас говорим не только о подкасте, а о любом проекте, который вы собираетесь запустить. Самое важное, на мой взгляд, это цель. Для чего вы это делаете? Либо можно постоянно задавать себе вопрос, чтобы что? Вот чтобы что? Для чего я делаю этот подкаст? Чтобы рассказывать о книгах? Чтобы что? Чтобы что случилось потом? То есть, возможно, вы эксперт, и вы хотите делиться информацией, или вы видите, что люди не образованы в какой-то сфере, вы хотите помочь им доступным языком, простым языком рассказывать об этом, и, конечно же, подкаст для этого очень хорошо подходит. Либо, например, вы компания, которая хочет рассказывать о своих услугах и товарах, хочет выйти на новую аудиторию, да, или заслужить еще большую лояльность своих клиентов, и это тоже хорошая цель для вашего подкаста. Может быть, вы видите, что все вокруг делают подкасты, и вы тоже хотите в биографию вписать, что вы подкастер, хотите стать популярным, да, ну, почему бы нет, если у вас потом тоже будет четкое понимание, что вы делаете и для кого. А может быть, у вас остроумные друзья, и вы хотите, чтобы мир знал, о чем вы говорите, собравшись вместе. В принципе, большинство подкастов на YouTube построены именно так, и, конечно же, находят свою аудиторию. Возможно, вы пришли в подкасты для того, чтобы заработать денег или монетизировать. Очень долгий путь, конечно, но, в принципе, цели свои тоже можно достичь. Или укрепить личный бренд, да. Вот это хорошо работает для экспертов, которые уже представлены в социальных сетях, которые набирают как раз-таки аудиторию из социальных сетей, переливают ее к себе, сформируют в своих клиентов, да. И сейчас даже подкаст – это все равно, что книга для личного бренда-эксперта, да. То есть многие эксперты заводят свои подкасты для того, чтобы познакомить аудиторию с собой мягко, ненавязчиво, да, и потом, возможно, как-то ее привлечь и сделать своими клиентами. И обязательно задумайтесь, помимо вот этой основной цели у вас должна быть внутренняя мотивация, почему вы делаете этот подкаст. И как определить, истинно это мотивация или нет, я думаю, что можно представить себя через год, да, то есть что будет вас дровить продолжать записывать этот подкаст через год, через два, да. Какая внутренняя мотивация? Потому что если цель будет не ваша, то, скорее всего, вы очень быстро сдуетесь, да, и придумаете себе различные причины, не хватает времени, еще что-то, да. Вот, поэтому вы можете никому об этом не говорить, просто вот сесть и записать свой блокнот, да, либо открыть документ и вписывать туда. И также советую установить показатели, то есть какие показатели вам определят, что ваш подкаст оказался успешным, да. Например, вот я уже говорила, что мы три недели назад запустили подкаст, ответили в директ, и когда мы думали над показателями, мы решили, что успешность первого сезона будет заключаться в том, чтобы выпускать подкаст регулярно, чтобы он выходил каждую неделю по вторникам, были разнообразные темы, и сезон мы растянули на два месяца, то есть восемь эпизодов, после чего мы садимся и делаем ревью, да, все ли мы правильно сделали, интересно это или нет, и надо ли что-то менять. И, конечно же, потом это нормально, менять свою концепцию, менять даже формат, если вы понимаете, что вы хотите делать это немного иначе, это нормально развиваться, поэтому показатели, например, по прослушиванию мы в этот подкаст не закладывали, а действительно поставили вот регулярно выходить. Ну а по другим подкастам, которые уже давно выходят, там, естественно, уже другие показатели, вот, которые мы записываем. Следующее – это идея, да, в чем идея вашего подкаста. Есть очень хорошая книга, называется «Пошумим», ее написал Эрик Ньюзом, она как раз-таки про подкастинг, считается в какой-то мере библией подкастинга. И вот, и там есть такая цитата, что если вы делаете подкаст для всех, то вы делаете не для кого, да. То есть очень многие люди хотят захватить большую аудиторию, и особенно те, кто привык писать в Инстаграме, например, да, видеть большие охваты, да, видеть, как ваша аудитория растет, что все можно оценить, и потом они приходят в подкасты, и такие, что 500 прослушиваний на эпизод, как бы это весь охват, это же очень мало, да. Вот, поэтому они хотят охватить большую аудиторию и впадают в такую ловушку, да, что намного лучше работают тематические подкасты, намного лучше, когда вы четко можете сказать, о чем ваш подкаст. Можно прям пользоваться вот этими шпаргалками. Это подкаст о маркетинге и диджитал простыми словами, да, или это подкаст о книгах и читателях в современном мире. То есть, видите, вот в книгометре, например, есть уже свое УТП. Чем он отличается от всех других подкастов о книгах, да, казалось бы, ведь их сотни, да, точно так же, как сотни подкастов о маркетинге, сотни подкастов о предпринимательстве, да. Как же выделиться? Вот об этом вам нужно подумать. В чем будет заключаться ваше уникальное торговое предложение? Чем вы отличаетесь от других? Почему должны слушать именно вас? Вот, как я говорила, у книгометра это о книгах и читателях в современном мире. То есть, это не просто про литературу в целом, это еще и про читателей. И мы это всегда подчеркиваем, потому что читатель – это очень важный человек для писателя. И в современном мире, то есть, тут тоже часть так окроется нашей идеей, да, то, что мы не про классическую литературу, мы не будем разговаривать там, разбирать все, что уже было разобрано до нас. Мы говорим про современное, то есть, про книжных блогеров, про социальные сети, про видеоигры и их связь с литературой. Если вот вам видно здесь, вот вы уже, наверное, давно смотрите на этот слайд и думаете, что это за программа на неделю. Мне очень понравилось, я взяла это из Инстаграма, студии Либо-Либо. Они сделали такую программу наподобие телепрограммы в газетах, да, которые были раньше, и написали тут дату и время выпуска своих подкастов. И вот, наверное, вы уже успели прочитать, да, описание этих подкастов. И вот здесь действительно кроется идея и УТП. Например, подкаст либо выйдет, либо нет. Это когда две женщины плачут, ссорятся и берут интервью у предпринимателей. Ну, действительно, описали этот подкаст, да. Либо вот мне очень нравится описание «Деньги пришли». Ой, ушло. Когда вот двое мужчин пытаются разговаривать о финансах, сами ничего в этом не понимают, да, и постоянно ржут, как подростки. То есть это тоже действительно описывает этот подкаст. И как раз-таки вот в подкасте «Деньги пришли» упор делается на то, что ведущие – это не финансисты, не профессиональные какие-то экономисты. Это как раз-таки два человека, которые хотят разобраться в том, как тратить деньги, и ничего в этом не понимают. То есть они приглашают нас идти по вот этому пути вместе и обучаться финансам. Давайте переходим к следующему. Тон, как вы хотите звучать. Вот тут тоже, мне кажется, желательно определиться, и это тоже исходит из цели и идеи задумки вашего подкаста. Как я уже говорила, например, если вы психолог, эксперт, да, и вы хотите вести подкаст о психологии, чтобы помочь людям, которые пока еще не ходят к психологу, например, боятся, да, либо стесняются, и рассказывать, отвечать на какие-то самые распространенные запросы, да, то вы выступаете в роли эксперта, да. И многие, кстати, думают, что они могут запускать тематический подкаст только если они эксперты, да, и, возможно, сомневаются в себе. Вот, например, если я только учусь, да, на психолога, или я только в начале своей практики, разве я могу чему-то учить, да, в своем подкасте? На самом деле это, можно сказать, заблуждение. Вам не обязательно быть экспертом, чтобы вести какой-либо тематический подкаст. Вы можете быть в роли друга, да, например, вот как мы в книгометрии, Джанарбуль, мы в роли ваших подруг, которые читают книги за вас, смотрят экранизации за вас, потом встречаются с вами за виртуальной чашкой чая или кофе и рассказывают вам, да, и мы подчеркиваем, что мы не литературные критики, вот мы выступаем в роли ваших друзей, да. Либо вы можете быть в роли ученика, да, вы точно так же говорите, да, вот я не разбираюсь в предмете, но я очень хочу запустить подкаст на эту тему, и я очень хочу разобраться и давать, слушатель, ты будешь учиться вместе со мной, и я буду тебе показывать, как я учусь. Вот здесь вот на слайде есть два примера подкастов, вот, например, подкаст «Белка и Стрелка», казахстанский подкаст о науке, который ведет ученая Амина Мирсакиева, и как раз-таки там она выступает, и как, наверное, она, наверное, не только в роли эксперта, но и друга, да, то есть Амина, конечно же, делится информацией, но при этом у нее очень такой дружелюбный тон. Вот, Ильи, второй подкаст, недопиарщик, а ведущий Алексей, учится на пиарщика, хочет стать специалистом, экспертом в этой области, но он пока еще очень мало об этом знает, поэтому что он делает? приглашает своих более опытных коллег, расспрашивает их о ремесле, и также там есть еще такая сериальность, потом он устраивается на работу и уже рассказывает о том, каково это. Если же в вашем подкасте несколько ведущих, например, двое или больше, да, то будет очень классно, если вы разделите роли, да, то есть, например, есть такой подкаст «Дьявол носит худи», он о моде, и ведущий, девушка и парень. Девушка-эксперт в моде, стилист, фотограф, которая очень хорошо разбирается в моде и рассказывает нам об этом. И парень, Яков, совершенно не разбирается в моде, он технарь, и поэтому очень классно и интересно слушать за их спорами, за тем, какие у них разные точки зрения. Поэтому если у каждого ведущего есть какая-то роль, да, то это очень-очень классно, и если между ними иногда возникает какое-то недопонимание или конфликт, за этим тоже интересно наблюдать, да, когда они не только соглашаются друг с другом, но и наоборот, когда у них разные точки зрения. То есть вот это вот очень важно, плюс важно, как вы обращаетесь друг к другу, да, на «ты» или на «вы», как вы обращаетесь к слушателю, и есть ли у вас мат, ну, то есть какие слова уместны, да, в вашем подкасте, а какие абсолютно нет. Двигаемся дальше. Моя любимая часть про целевую аудиторию. Кто ваш слушатель? Очень многие подкастеры говорят, вот, всё, я хочу делать подкаст, я уже знаю, о чём он будет, я знаю, кого приглашать, как говорить, да, но когда ты спрашиваешь, а кто твоя аудитория, они немножечко так начинают задумываться, да, и вступают в ступор. А что, неужели это важно, да? Конечно, это важно, то есть вообще подкасты очень сильно, подкастеры очень сильно связаны со слушателями. Вот у нас почему есть такая камерность, да, почему мы не такие вот особо массовые, потому что есть огромная связь между комьюнити слушателей подкастов, и подкастеры очень ценят свою аудиторию, да, никогда не смотрят на неё свысока и постоянно взаимодействуют с ней. В той же книге «Пошумим» был очень классный пример, когда автор рассказывал, когда он представлял, кто же его слушатель, просто зашёл в Google, нашёл фотографию парня, распечатал её, вырезал, дал этому парню имя, придумал возраст, придумал увлечение, и, в общем, наклеил перед собой и обращался впоследствии к этому парню. То есть, когда вы определяете целевую аудиторию, тут уже, наверное, больше из маркетинга, да, я советую вам дать имя представителю своей целевой аудитории, да, и у вас, может быть, их несколько, есть ядро целевой аудитории, и есть ещё несколько других, иногда самых неожиданных, да, например, подкаст «Мужчина, вы куда?», он вроде бы о мужчинах для мужчин, но при этом огромная часть, там 60% — это женщин, которые слушают этот подкаст, вот. Поэтому определяете свою целевую аудиторию, даёте ей имя и вспоминаете, да, привычки этого человека, да, куда ходит, чем интересуется, какие шутки любят, из какого поколения, да, и, наверное, самое важное — это какие боли и проблемы есть, да, у вашей аудитории, то есть что их волнует, и тогда, если вы знаете вот ответы на эти вопросы, вы можете их поднимать в своём подкасте, и тогда ваш слушатель, конечно же, будет говорить, «О, это же про меня, о, я как раз вот об этом хотел спросить», ну и плюс задавайте вопросы аудитории, всегда держите руку на пульсе, и потом, уже после того, как выйдет несколько выпусков, вы, конечно же, будете получать обратную связь, и будете знать свою аудиторию намного-намного лучше. А следующий формат, обещала на нём не останавливаться, сразу вот после меня здесь будет лекция на фестивале про то, что подкасты — это не только интервью, я сама тоже хочу послушать эту лекцию, поэтому я не буду здесь останавливаться, но в вашей концепции обязательно пропишите, да, сколько будет ведущих, и какой у вас будет формат подкаста. Содержание. Содержание — это действительно такая объёмная тема, то есть контент — это всему голова, и вообще прежде чем, да, начинать рекламироваться, продвигаться, желательно вот создать какую-то критическую массу эпизодов, во-первых, и очень хорошо работать над содержанием. Не волнуйтесь, если не получается с первого раза, опыт на то и опыт, да, что мы учимся, мы постоянно переслушиваем свои какие-то первые выпуски, иногда, точнее, очень часто бывало, когда мы в подкастах записывали пилот, и в итоге его просто выбрасывали, потому что нам не нравилось, что получилось. А в других подкастах, например, только там с третьего раза мы разгонялись и уже начинали, да, вести его как ведущий, потому что когда ты ведёшь с кем-то, вам тоже нужно притереться. Итак, планируем сезон, да, подкасты, на мой взгляд, очень удобно планировать сезонами, чтобы вы не думали, да, что вот я сейчас вот зайду сюда, и всё это что на всю жизнь, я теперь вот два-три года должен вот фигачить подкаст каждую неделю. Конечно же, нет, вы можете думать проектно, то есть вы планируете сезон, допустим, первый сезон будет состоять из пяти эпизодов или десяти эпизодов, да, вот, и обязательно распишите темы, то есть что мы сделали в книгометрии, просто сели и начали писать темы. Вначале это был просто такой фрирайтинг, а потом уже начали оформлять, да, эти темы и придумывать, о чём мы будем говорить. Если у вас подкаст в формате интервью или у вас, например, связана тема с какими-то спикерами, то тоже желательно заранее прописать этих спикеров. Если же, например, это эксперты, которые дают комментарии по вашей теме, то тогда пропишите прям несколько, если один откажется, то у вас будет список с другими людьми. Структура эпизода и сценарий, да, как будет проходить ваш эпизод, да, то есть многие вот вроде бы уже всё знают, да, идея, цель, всё понятно. Что делать? Просто включать микрофон и говорить, да, поговорили, на два часа наговорили, а как вот потом из всего этого вычленить, да, самое важное. Вот, поэтому мы, например, в книгометре привыкли писать заранее сценарий, то есть мы знаем тему, да, нашего эпизода, о чём мы будем говорить, то есть вот так вот разматываем, разматываем клубок, да, и думаем, ага, вот ты, наверное, об этом расскажешь, об этом, то есть что мы можем сказать на эту тему. Составляем рыбу сценария, обсуждаем его, и после этого уже каждая из ведущих распределяет свои роли, да, то есть тот, кто читал, или распределяем, что, например, у одной там очень много информации, да, значит, второй нужно тоже дать информацию, делим, даём друг другу домашнее задание, и вот тут важно, не рассказываем всё друг другу. Особенно есть большой соблазн, когда вы обсуждаете, да, тему своего эпизода, и вы такие, о, я вот это, вот это знаю, я могу про то, про то рассказать, и вот тут нужно сказать, стоп, остановись, давай это всё пойдёт под запись, да, иначе уже эмоции будут не те, и ты уже не будешь с таким же рвением, да, рассказывать новую информацию, ну, и твой собеседник тоже, конечно, уже не сможет изображать искреннее удивление, да, от этой информации, поэтому какие-то вещи там мы пишем, там, это вот секретная инфа, скажу про то-то, то-то, и говорим уже под запись, вот, и мы двигаемся, да, по сценарию, то есть так удобно, чтобы на какие-то части не уходило слишком много времени, чтобы мы не уходили в какую-то другую степь, да, и чтобы всё-таки поддерживали вот этот вот тонус всего эпизода, и после, конечно, начинается редактура, монтаж, тоже очень больная тема, вот, и смысловой монтаж имеет смысл делать тоже сидя, слушая, и мне лично помогают заметки, то есть я прямо вот краткими тезисами пишу, особенно если подкаст в формате интервью, когда вы не можете предсказать, да, что вам скажет гость, и тогда вот я делаю такие тезисы, и потом наглядно видно на бумаге, где гость, например, повторяется, или где он уходит от темы, или где он сказал слишком много, да, и вот это всё можно вырезать. Определитесь с примерной длительностью эпизода, чтобы вы тоже так на 2-3 часа не садились, да, и там не потеряли свою мысль в конце, хотя 2-3-часовые подкасты тоже слушают, вот, периодичность выхода, как часто вы будете выходить. Тут многие слишком прытко и ретиво начинают как бы недооценивать свои силы, да, говорят, я буду выходить каждый день, или я буду выходить каждую неделю, да, определите, во-первых, сколько затрат, да, именно трудовых вы несёте на создание эпизода. Если вы один, да, то, конечно, да, вы можете 2 раза в неделю, наверное, так вот садиться перед микрофоном и записываться. Если у вас работает целая команда, где все зависят друг от друга, от места, от ещё чего-то, от гостя, да, от постпродакшн, то, конечно же, там больше времени требуется на эпизод, и имеет смысл, возможно, делать пореже, да, в самом начале. И дата запуска – это моё любимое. Я всегда планировала даты запуска для своих подкастов. Вот этот дедлайн, да, такой, он очень дисциплинирует. Он дисциплинирует всех участников, дизайнера, там, саунд-инженера, всех ведущих, да, дисциплинирует, чтобы собрать выпуск, потому что при первом выпуске всегда намного больше работы, и потом уже опыт помогает, и вы делаете, затрачиваете меньше времени, и делаете всё намного быстрее. Вот, поэтому запланируйте дату запуска, и обязательно тоже запишите, по каким дням вы будете выходить. Ну, чаще всего выходят подкасты в один и тот же день недели, да, и это чаще всего будний день. Очень быстро пройдусь по обложке и названию. В принципе, наверняка каждый из вас уже придумал название, да, но вот в подкастинге, в подкастах, как я заметила, название состоит не больше, чем из четырёх слов, потому что иначе оно очень длинное, да, и не помещается на обложку, и на обложке обычно кроме названия и там названия компании, да, возможно, ещё других слов нет, так как сейчас мы видим это на экране, а мы видим чаще всего их на экранчике смартфона, и слишком, конечно, мелкий текст, он не будет читаться. Ну, и обложки часто яркие, рисованные, да, их можно нарисовать самим или можно отдать дизайнеру. Примеры не совсем удачных обложек, на мой суперсобъективный взгляд, возможно, подкасты эти очень хорошие, но вот мне, например, обложка с мордой гепарда ни о чём не говорит, да, и непонятно, о чём этот подкаст, да, и там не написано название, ну, и из названия тоже не совсем понятно, о чём этот подкаст. Либо вот обложка с красным, да, где человек стоит недружелюбно, отвернулся спиной, очень много разных шрифтов, от которых там ты не знаешь, куда смотреть, да, то есть желательно быть лаконичным и не использовать разные шрифты, не пытаться всё впихнуть на эту обложку. И помимо обложки в последние годы подкастеры, конечно же, очень заморачиваются на вообще на поиске фирменного стиля и на том, чтобы ваш фирменный стиль, он был выработан, да, и он был узнаваемым. То есть вы все вот анонсы в социальных сетях, в сториз, да, вы делаете всё в едином стиле, тут можно попросить своего дизайнера сразу, да, сделать на все форматы, не только обложку подкаста, но и под сториз, под пост, и потом можете вы сами менять, либо заказывать своему дизайнеру. Также не забудьте, вот, как я говорила, о разных форматах, то есть обложка для YouTube, обложка для сториз, да, и обложка для постов и каких-то других форматов. Желательно вот, чтобы всё было в едином стиле, ну, для того, чтобы попросту лучше запомниться людям, да, но это тоже не догма, и об этом я тоже попозже расскажу. И вот, например, как мы сделали, да, мы сделали такой вот анимированный трейлер, вот, то есть мы анимировали себя, ведущих, так как подкаст это всё-таки не визуальная медиа, да, но решили сделать так. И вот такой анимированный трейлер очень хорошо зашёл. Пока надеемся, что хватит сил делать на каждый выпуск. И сейчас хочу немножечко рассказать о том, как я придумывала уже потом, ну, в самом начале вот именно визуальную часть своей концепции подкаста «Морское время». То есть я вообще всегда говорю всем начинающим подкастерам, что смотрите на свой подкаст как на бренд, как на какую-то вот большую, вот, не знаю, там, корпорацию, да. Никогда не относитесь к подкасту, что «Ой, он такой страшненький, такой нехороший, никто его слушать не будет». Нет. Вы должны вот верить в свой бренд. И важно, когда вот у вашего бренда есть какая-то история, легенда, да, вот совсем как у больших брендов, да, про которые мы привыкли читать в книгах, да, и чтобы название сочеталось с обложкой, и чтобы цветовая гамма тоже как-то отвечала. Вот, например, подкаст «Морское время», когда у меня спрашивают, почему именно «Морское время», да, то я всегда говорю, что я услышала, прочитала эту фразу в книге Хани Янагихара «Люди среди деревьев», и «Морское время» обозначает все то время, которое вы бы потратили на все вещи, которые всегда откладывали. Вот, и так получилось, это реальная история, что в девятнадцатом году я сломала ногу и лежала дома в гипсе пять недель, и это случилось на следующий день после того, как я записала первое интервью в подкаст. То есть, казалось бы, можно опустить руки, да, но я, наоборот, эту историю взяла себе на благо, пока я лежала в гипсе, я брала интервью через скайп, еще до времен удаленки, да, что-то там сидела, переписывалась с саунд-инженером своим, да, и мы редактировали это все и готовились к запуску подкаста. То есть, вот история такая, что у меня было морское время, пока я лежала в гипсе, на то, чтобы создать подкаст. И я хочу, чтобы мои слушатели выделяли на себя морское время, выделили час на то, чтобы послушать какой-нибудь полезный эпизод. И как только вот придумала это название, тут же у меня кликнуло, да, что нужно обложку делать в голубых тонах, что нужно обязательно подключить звук волн в джингл, да, что вот там, пока вы слушаете подкаст, там вот в некоторых местах включаются волны. И также я работала над тем, чтобы раскручивать это название, да, чтобы оно вошло в обиход. То есть я часто его использовала, сделала хэштег, да. Если я была на море, то я, конечно же, снимала там это все в сторис, говорила, вот оно морское время, да, выделяйте морское время на себя. А еще в подкасте в конце я говорю, не забывайте выделять морское время на себя. То есть это тоже стало такой своеобразной фишкой. Даже в визуале я стала одеваться, ну, в соцсетях все фотографии были в голубых тонах, чтобы люди привыкли, да, чтобы они видели вот этот цвет и уже ассоциировали с собой. Так вот в основном поступают бренды, да. А также эмодзи, синие эмодзи использовала. Потом даже вот запустила мерч, блокноты морское время, и все вот это шло вот вкупе со всей этой философией и с подкастом. И даже сделала маску в Инстаграм. И это действительно дало свои плоды, то есть морское время вот у моих казахстанских слушателей прямо уже стало таким, вошло в обиход это название. Поэтому я вам тоже советую, чтобы ваше название подкаста, обложка, чтобы все это было связано друг с другом. И, конечно же, были какие-то свои фишки, да, именно вот в содержании. Вот. И хочу еще один пример привести напоследок. Надеюсь, я укладываюсь во время. Подкаст, который я в последнее время очень много слушаю. У холмов есть подкаст. Это, я считаю, у них очень четкая, классная концепция, потому что они везде говорят, что это комедийный true crime подкаст на русском языке. Они рассказывают там о серийных маньяках, каких-то загадочных преступлениях с элементами юмора. И в этом кроется их УТП, да. То есть очень много есть true crime подкастов, которых рассказывают истории настоящих преступлений, да. Вот. А в этом подкасте это с комедийным эффектом, да. Это вот их фишка. Также у холмов есть подкаст, очень хорошо работают со своим комьюнити, и в их структуре эпизода всегда первые там, ну, 10, 5-10 минут это вот они рассказывают о своих слушателях. Слушатели называются холмис, то есть вот у холмов, да, и холмис это комьюнити, и постоянно вот обращаются, благодарят своих холмис. И это настолько классно, что ты думаешь, о, я тоже хочу стать холмис, да, я тоже хочу стать вот частью вот этого комьюнити слушателей. Плюс еще и название. Обратите внимание, есть такой фильм ужасов, да, у холмов есть глаза, и вот вы наверняка слышали это название, и вот здесь вот так название интерпретируют, да, в чем-то ссылается на этот фильм ужасов, и ты уже подозреваешь, что, наверное, здесь будет что-то тоже про ужасы. Также ведущие подкаста Валя и Тима настолько хорошо взаимодействуются с слушателями, что все обложки для вот этих вот анонсов выпуска рисуют сами слушатели, то есть это тоже своеобразная фишка. У них нет постоянного дизайнера, и они говорят, если среди наших слушателей есть иллюстраторы, пожалуйста, пишите нам, мы вам дадим возможность нарисовать обложку, и потом даже дают промо, ну, то есть ваш аккаунт обязательно отметит. Очень активны в соцсетях, и вот как раз тут параллельная лекция идет, да, и как раз о том, как продвигаться в соцсетях. У Холмов есть подкаст, есть во всех социальных сетях, и очень часто они делают отсылки в самом эпизоде, то есть там картинку мы вывесим у себя в социальных сетях, и ты волей-неволей ищешь эти социальные сети и подписываешься там, где тебе удобно, и присутствуют они там не только в Инстаграме, но и в Телеграме, ВКонтакте, то есть идут туда, где есть потенциальные слушатели, да, ну и плюс сама личность ведущих, ведь когда мы слушаем подкасты, мы неосознанно, да, становимся, ну то есть подкастеры становятся нашими виртуальными друзьями, мы уже знаем какие-то их особые словечки, как они смеются, да, какая-то вот манера речи, и мы к этому привыкаем, и мы ждем, да, и вот, например, мне очень нравится, как Тима всегда смеется, и вот этот вот неподражаемый смех я постоянно жду, или, например, у Вали, пока она записывает, закрыв дверь, записывает подкаст, через час вот ровно к ней начинают ломиться ее собаки, и ты уже слышишь лай собак, и ты уже знаешь их клички, и ты уже ждешь, да, и ты знаешь, что это всегда повторяется, вот, то есть подкаст, на первый взгляд, кажется таким простым, что мы просто там вещаем в аудио, да, на весь мир, но потом, как только ты начинаешь этим больше и больше заниматься, ты понимаешь, что это такая система, да, которую очень круто развивать, и очень круто развивать и комьюнити вокруг подкаста, и вот уже дальше расширяться, это все тебя мотивирует, да, продолжать дальше. У меня на этом все, постаралась вместить, очень хочется рассказать намного больше, вот, но у нас регламент, и нужно дать время на вопросы-ответы и другим спикерам. Марина, спасибо большое, вы просто превосходный спикер по регламенту, обычно мы, да, мы очень часто говорим нашим спикерам, что время подходит к концу, у нас вопросы в чатике, я задам вопрос, сам мне показалось то, что волнует меня, а потом это был предпоследний вопрос, я, простите, могу ошибаться, я не запомнила имя, тут написали в чате вопрос такой, как сделать интересный подкаст, если голос монотонный? Если голос монотонный, вообще на самом деле многие говорят, что ой, у меня некрасивый голос, да, я не могу себя слушать, наверное, нужно там быть профессиональным ведущим, это не так, потому что мы слушаем подкасты как раз таки потому, что подкастеры это обычные люди, это не профессиональные дикторы, дикторы, пожалуйста, на телевидении и на радио, да, но при этом, конечно, когда вы, вам нужно все равно работать над голосом, да, ну то есть это будет естественно, что вы захотите, как уже сказали монотонный, вы хотите сделать свой голос намного интереснее, во-первых, это наслушанность, да, то есть чем больше вы слушаете ведущих каких-то подкастов и подмечаете их фишки, подмечаете, что вам нравится, да, где они, например, очень так понижают голос и создают какой-то саспенс для того, чтобы вам стало страшно, ну то есть вот такие фишки, этому всему можно научиться уже опытным путем, и мой совет это делайте упор на контент, то есть содержание, да, это намного важнее, чем то, соответствует ли ваш голос каким-то там идеальным нормам или нет, да, но и параллельно, вот раз это аудио, то нужно использовать, да, то есть вот так вот играть голосом, говорить иногда громче, да, смеяться громко, иногда говорить очень тихо для того, чтобы ваши слушатели задумались, вот, это все приходит с опытом, и если найдете курсы техники речи, то я советую все равно всем проходить, потому что это такой навык, который нужен не только подкастеру, но и вообще всем любым специальностям, сейчас эпоха зума, тем более нужно выступать, да, постоянно, вот, поэтому это лишним не будет, но содержание намного важнее, так что если вот душе горит, что хочу сделать подкаст, а думаю, мой голос не подходит, делайте подкаст. Ну, сразу встречный вопрос, что делать, если проблемы с дикцией? Ладно, голос там. Ага, проблемы с дикцией, ну, смотрите, конечно, наверное, рождаются люди с идеальными голосами, да, но чаще всего это результат работы, просто я вот рассказывала, что я работала на телевидении, и да, у нас были уроки по технике речи, это было очень давно, но как бы один раз я прошла, и уже это вот со мной, поэтому дикция, говорить скороговорки, читать вслух книги и записывать себя. Да, в начале вам будет не нравиться ваш голос, это норма, мне тоже, я не могу слушать свой голос в записи очень часто, я поэтому вот на редактуре столько наслушаюсь, я потом подкасты не слушаю уже свои в приложениях, меня бесит мой голос, вот, поэтому говорите вслух, записывайте себя, и я еще, знаете, что практикую? Я когда еду в машине за рулем, я представляю, что у меня берет интервью Юрий Дудь, например, да, и такая, отвечаю на вопросы, так, ну, это говорю, говорю, ну, то есть это навык, это опыт, да, и вы можете его развить. Есть в Ютубе упражнения на дикцию, да, различные, как вот говорить так, чтобы у вас вот все вот здесь вот работало, да, и такой еще простой совет от меня, улыбайтесь, вот, то есть вот давайте сравним, если я скажу, всем привет, это подкаст «Морское время», и я Марина Шарипова, или всем привет, это подкаст «Морское время», и я Марина Шарипова. Ну, то есть я улыбнулась, и все, голос уже поменялся, поэтому улыбайтесь, это чувствуют, это слышат ваши слушатели. Всегда. Да, Абдурашид, спасибо, Марина, Абдурашид тоже в чат написал несколько советов, лайфхаки для того, как улучшить дикцию. Вопрос. Были вопросы про монетизацию. Так, как монетизировать подкаст? Большой охват в подкасте будет, если это только интервью, или когда делишься экспертным мнением. Тут, наверное, вопрос формата. Влияет ли формат на то, как ты будешь монетизировать дальше свой подкаст? Вообще любую тему можно подогнать под разный формат. Например, да, если вы хотите делать подкаст о финансах, вы можете это сделать как монолог, да, то есть один человек сидит и там про финансовую грамотность вещает. Вы можете это сделать как ток-шоу, да, например, двое или трое ведущих, которые там беседуют у каждого свою роль. Вы можете это сделать как интервью с финансистами, да, либо вы можете сделать из этого какой-нибудь сериал, да, как я училась там контролировать свои расходы и открывала депозиты, закрывала кредиты и сделать все это нарративным сериалом. Вот, то есть любую тему можно подогнать под любой формат. Тут, наверное, лучше смотреть, что вам ближе и что вы сможете реализовать сейчас. Вот, потом его, конечно, можно будет поменять, как только вы станете опытнее. А про монетизацию. На монетизацию лучше всего работает, вот, видите, то, во-первых, да, идея ваша, о чем вы, и кто вас слушает. То есть всегда, если вот вы, например, идете к партнеру, да, хотите монетизировать свой подкаст, ему важно, кто вас слушает. И чем более понятна ваша аудитория, да, тем лучше для партнера. Как я говорила, например, у книгометра довольно-таки узкая, специфичная аудитория, ну, потому что это люди, которые читают книги, их вот мало, да, ну, допустим, художественные, и еще, которые слушают подкасты, их еще меньше. Но для издательств, например, это вот именно та самая аудитория, которая нужна. То есть тут важнее намного, кто вас слушает, а не то, сколько вас слушают, да. Если вас слушают 100 человек, но эти 100 человек там, все топ-менеджеры, да, которые нужны вашему рекламодателю, то это уже хорошо. Это так говорил Илья По, российский подкастер, у которого я проходила интенсив, и когда тоже были такие сомнения, ой, что-то вот где мои миллионы слушателей, он всегда делал упор на вот нишевость контента и на то, какая у вас аудитория. Ну и монетизация, тут тоже нужно поставить цель. Если поставить себе цель, написать 100 писем потенциальным партнером, и если вам никто не ответил, тогда вы можете сказать, монетизация не удалась, да, вот, то есть все зависит вот от цели и от тех движений, которые вы делаете. Вопрос такой. Как можно выделиться концепцией, если такая тематика уже существует? Допустим, автор сделал подкаст, но потом узнал, что оказывается по этой теме уже существует подкаст. И стоит ли браться за это вообще? Или может придумать другую тему? Ну, смотрите, все в мире уже до нас придумано, да. Как бы все фильмы мирового кинематографа, я вот читала книгу «Спасите котика» про кинематограф, и оказывается, все сюжеты в фильмах строятся на семи основных историях. То есть те или иные истории, да, вот сколько тысячи, миллионы фильмов, да, строятся на каких-то основных семи сюжетах. Или та же музыка, да, семь нот и сколько музыки. Поэтому ничего страшного, если подкаст на вашу тему уже есть. Конечно, приятно быть первым, я не спорю, сказать, там, у нас первый подкаст о законах, да, например, в Таджикистане, или там о психологии в Узбекистане, да. Но даже если есть, вот тут вот как раз думайте, чем вы можете выделиться. То есть подкасты, десять подкастов о психологии, да, и наверняка они чем-то выделяются, подачей, да, манерой голоса, структурированием информации. Кто-то, наверное, подает это там, не знаю, более легко поверхностно, кто-то более глубоко. То есть послушайте, да, что делают другие, послушайте лучшие образцы. Иногда это слушать нужно для того, чтобы знать не только как надо, но и как не надо, да. И вот представляйте свою аудиторию. Если вы знаете, да, что есть люди, которым вы поможете, да, вот, что вас будут слушать, тут нужно думать уже и над продвижением, над тем, как выходить на эту аудиторию. Но я думаю, вы найдете, вот. То есть вот подкаст про маркетинг, да, куча подкастов про маркетинг, но мы все равно запустили, вот, потому что у нас вот своеобразные есть какие-то фишки, как мы это обсуждаем. Мы будем обсуждать там локальные новости, да. То есть все подкасты, например, российские кейсы берут, а мы еще будем брать казахстанские кейсы. Ну, то есть вот в таком роде вам нужно подумать над своими фишками. Не слышу, Диля. Секунду, все, я включила звук. Вот вопрос такой. Подкаст на площадках растет органически или нужно еще делать упор на другие социальные сети? Допустим, телеграм-каналы или продвижение в Инстаграме. И что на самих площадках влияет на принятие решения начать слушать, продолжать подписаться? Мне кажется, это вопрос больше про то, как увеличить публику и как продвигать свой подкаст. как его прорекламировать. Да, да. Смотрите, да, я отвечу. Исходя из своего опыта, вначале, конечно же, про ваш подкаст никто не знает, да, и имеет смысл, если у вас есть аудитория в других социальных сетях, переливать эту аудиторию в подкасте. Мы так всегда поступали, то есть всегда анонсируйте, просите друзей там сделать вам рекламу, раскидывайте свои анонсы, чтобы вас поддержали, призывайте об этом в подкасте, чтобы поддержите, чтобы нас узнало как можно больше людей. А потом уже я заметила, после того, как вот какая-то критическая масса узнает, она подписывается в самом приложении, где они слушают подкасты, и им уже не нужны анонсы. То есть они же ярые такие слушатели подкастов, да, и они уже узнают из приложения о новых выпусках. То есть мы так тестировали, и, например, не выкладывали анонс, но при этом выпуск выкладывали. И, да, прослушивания шли. То есть это уже после того, как подкаст более-менее стал на ноги, выходит регулярно какое-то время. Но для новеньких подкастов, вот по моему опыту, нужны вот это все. И вообще, чем больше людей знает о том, что у вас есть подкаст, да, тем лучше идите во все площадки, пишите, меняйте вот эти анонсы, да, под разные площадки, вот, просите, поблизите. Теперь, что касается, что влияет на популярность в подкастах, таргетинга в подкастах нет, то есть платно продвинуть нельзя, да, как, например, в Инстаграме. Это все органический рост, но мне кажется, он очень честный, потому что если бы, например, как в Инстаграме, там, только миллионники были бы в топе, да, то наши бы подкасты, наверное, никогда бы не продвинулись туда, наверх, да, а тут, насколько я поняла, я могу ошибаться, да, но вот на продвижение, на то, чтобы вас продвигать выше в топ подкастов, влияет, во-первых, все действия, да, которые предпринимают слушатели. Это и прослушивание, это подписки на вас, это вот отзывы и оценки, вот в Apple подкастах можно ставить. И таким образом, допустим, если вы вот новенький, да, совсем маленький, но вы можете продвинуться и зайти в топ, да, в своей стране, просто потому что какая-то масса слушателей одномоментно начала на вас вот много активностей, да, делать, подписываться, слушать, ставить оценки. Поэтому нужно делать регулярно, чтобы вы не спадали куда-то вниз и чтобы вы постоянно напоминали о себе. Где в основном работать с подкастом? Какая платформа удобна для новичков? Имеется в виду хостинг? Да, да, Анкор, да, да. Да, вот есть очень много платформ, и есть и бесплатные платформы. Одна из самых распространенных бесплатных платформ – это анкор.фм. Она сейчас принадлежит Spotify, если не ошибаюсь, и там довольно-таки простая регистрация, то есть вы регистрируетесь, заполняете пункты, грузите обложку, и эта платформа сама потом автоматически распространяет по всем платформам для прослушивания подкастов через RSS-фит. Вот, а также еще появилась новая российская платформа Maeve Digital. Пока все к ней присматриваются, кто-то перешел, кто-то нет. Я планирую в будущем потестить, и ее плюс в том, что у них, говорят, улучшенная статистика, и плюс еще, что один аккаунт может запускать несколько подкастов, а вот Анкор только на один аккаунт один подкаст. Вот, есть платные платформы, например, многие пользуются здесь Lipsyn, Lipsyn можете забить в Google, вот, это платная платформа, вот, ну, тут нужно, наверное, на отзывы смотреть. Мне удобно в Анкоре, пока еще не подводил. Вопрос от Дамиры. Она дала первый ознакомительный выпуск на монтаж, но поняла, что, наверное, ей легче и лучше монтировать самой. Но сама она не монтирует из-за установки, что нужен редактор, ну, нужна целая команда, чтобы выпустить свой подкаст. У нас редактор, звукорежиссер, монтажер. Насколько много сейчас редакторов, подкастов, и как эффективно можно делегировать все задачи? Смотрите, монтировать, конечно же, можно самому. Вообще можно самому работать над подкастом, самому себе сделать обложку, научиться монтажу. Я вот самостоятельно обучилась монтажу на карантине, например, и для меня это было очень увлекательно и интересно. Обучилась там по урокам на YouTube. Но вы должны всегда понимать, что там, где вы платите, либо вы платите своим временем, либо вы платите деньгами. То есть если у вас есть время и вам интересно, вы, конечно, можете сами это все сделать. Либо вы можете найти человека, который больше компетенции, и которому нужно будет заплатить за то, чтобы он сделал. И почему важно платить? Потому что звукорежиссеру нужно на что-то покупать себе еду. Подкаст ваш, вы готовы на голом энтузиазме, а вот подрядчики, они все-таки работают. Поэтому где можно найти, это вот хороший вопрос, потому что это такие новые профессии. Те звукорежиссеры, которые маститые, профессиональные, они за подкасты, если берутся, то у них очень дорого это стоит, потому что они делают это профессионально. А есть ребята, которые сами подкастеры и берут, например, на аутсорс. То есть может быть кто-то из ваших знакомых подкастеров сам может взяться за какую-то плату за монтаж вашего подкаста. А редактор подкаста, это уже другая немножечко профессия. Тут уже больше идет про ресерч и смысл, смысловая редактура. Вот, они занимаются этим. Ответила? Вопрос такой. Мне кажется, это все очень индивидуально и зависит от подкаста, от аудитории, от популярности, но все же. Вот вопрос такой, когда вы приглашаете гостя на интервью, требуют ли это дополнительной оплаты? То есть нужно ли им платить за то, что они согласились прийти в ваш подкаст? Или это обычно происходит добровольно? Это, конечно же, происходит добровольно, потому что вы как подкастер, вы тут выступаете уже как медиа, да, и, например, там любые медиа, сайты, там журналы идут к экспертам и никогда не платят им деньги за то, чтобы те дали интервью. Вот, то есть платить не нужно, если интересно. Тут, наверное, зависит от того, от вашего представления, от письма, насколько гостю самому будет интересно в этом поучаствовать. Просто пишите письмо, да, знакомитесь, рассказывайте, что у вас за подкаст, о чем вы хотите поговорить обязательно, да, что не просто там за всю жизнь, да, обо всей жизни, а вот о чем вы хотите поговорить, и потом уже либо соглашается, либо нет. Но платить гостям нет. Такого на моей практике не было никогда. Вот, вопрос. Расскажите про образовательные подкасты. Какие есть особенности, на что нужно обращать внимание при запуске таких подкастов? Так, ну, какие есть особенности образовательных подкастов? Мне нужно тут больше информации, потому что, в принципе, любой подкаст, ну, то есть все, о чем я рассказала, оно применимо каждому подкасту, да. То есть тут, наверное, больше будет ваша цель, да, цель и аудитория, конечно же, для кого вы, на кого вы нацелились, кто ваш слушатель, и, наверное, каких целей вы достигнете. То есть если вы ставите цель, например, образовать какое-то количество людей, и вы хотите это как-то замерить, то, наверное, об этом нужно подумать. И, возможно, это будут какие-то отзывы, да, возможно, это вы придумаете какие-то тесты на каких-то других инструментах, ну, каких-то других в социальных сетях, вот. Вот. Предпоследний вопрос, Марина, это скорее вопрос такой технический про обложки. Где делать дизайн, как определить размер обложки для разных платформ, там тот же для тех же платформ, там Ancora, Google, подкаст Apple, ну, и в Инстаграме, как-то... Да, смотрите. Формат обложки един для всех форматов, ой, для всех платформ, то есть это 3000 на 3000 пикселей, вот, и вы можете дать этот размер своему дизайнеру, и он создаст для вас обложку в этом формате. Это квадратная обложка, 3000 на 3000, можете погуглить, чтобы меня проверить. Вот. И можно создать ее самому, есть такой сайт для создания любых шаблонов макетов, Canva или Canva, Canva.com, и там можно самому даже создать эту обложку. Но я всегда обложку заказывала дизайнеру, потому что это такая единовременная трата, и почему бы один раз и надолго, да, не сделать. Получается, вы делаете одну обложку, загружаете на сайт хостинг, и потом она отображается уже на всех остальных платформах, то есть вам уже отдельно ни для какой не нужно. Для социальных сетей это вот стандартные, можете тоже поискать для Instagram поста, например, для Instagram Stories, для YouTube обложка, да, какая-то. И плюс еще я использую разные приложения, например, InShot, Mojo, для создания анимированных обложек. Там есть еще InStories, ну, то есть вот эти приложения для Stories, там есть даже в макетах вот эта играющая волна, аудиоволна, которую можно вставить для анонса ваших макетов. А, еще, это точно предпоследний вопрос, простите. Можете посоветовать приложения, программы для монтажа аудио? Ага, ну вот для начинающих я бы посоветовала, если у вас Macbook, то вы можете работать на GarageBand, в принципе, там очень легко работать, какие-то базовые вещи научиться вырезать, соединить несколько дорожек, наложить музыку, сделать затухание, да, вот, а либо Audacity. Audacity – это прям вообще супер распространенная бесплатная программка, в которой довольно-таки просто работать, вот, но мне удобнее в GarageBand, потому что у меня Mac, ну, Audacity у меня тоже стоит. Наверное, вот для начинающих вот эти две программы я бы посоветовала. Есть еще Adobe Audition, Reaper, но это уже такие более сложные программы. У нас осталось три минуты, и мне кажется, главный вопрос, если есть уже концепция, что делать дальше? Записываться. Как себя заставить? Как себя заставить? Как себя заставить? Поставить дедлайн, написать об этом в соцсетях, что я презентую свой подкаст, допустим, 1 марта, и если я этого не сделаю, я заплачу штраф вам, подписчики, да, вот, ну, то есть, меня мотивирует дедлайн, да, то есть, я ставлю какую-то дату, и все, мы должны в эту дату выпуститься. И очень часто ведь этот страх, да, он психологический, да, то есть, вам страшно, почему? Потому что над вами посмеются, потому что вас не воспримут серьез, да, ну, подумайте просто, что лучше пусть вы попробуете, да, и у вас не получится, чем вы никогда не попробуете и не узнаете, получилось у вас или нет. То есть, вместо того, чтобы говорить, а что случится, если не получится, вы скажите себе, а вот что, если получится, да, вот, и вот начинайте, начинайте. И обязательно обзаведитесь поддержкой ваших друзей в самом начале, чтобы они помогли, чтобы они послушали и помогли распространить ваш подкаст, ну, или ваши читатели в социальных сетях. Марина, спасибо большое. Тут спрашивают модель вашего микрофона. Да, я вижу, вот мой микрофон, это HyperX Quadcast, у него такое, как северное сияние, у меня есть и предыдущая модель, очень хороший микрофон для записи подкастов, я и озвучки сюда записываю, и вот вебинары веду, очень хороший звук, классно пишет, USB микрофон вставляется прямо в ноутбук, так что удобно пользоваться, записываться самому. Поступили еще вопросы, технические вопросы, на что записываться, потом какие микрофоны, но я хочу сказать, что у нас есть дополнительные сессии, начиная, спикеры будут об этом говорить. К сожалению, наше время подходит к концу, мы просто идеально уложились. Всем спасибо большое, участникам, Марина, вам огромное спасибо большое. Так, у нас сейчас по программе будет Анна Часова, наш шеф-редактор студии подкастов «Медуза», она будет рассказывать, про разные форматы. Ссылка та же, оставайтесь на связи, модератор будет, а завтра Рузиев, он сможет правильно произнести слово «про рекламировать», он хочет намного лучше меня. Спасибо большое. Спасибо всем. Классного фестиваля нам, я остаюсь тут в роли слушателя. Всем пока.